Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Бахтина Елена. Подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик. В прошлом видео мы с вами разобрали мифы, разбирали мифы о похудении. И миф звучал таким образом. Для того, чтобы похудеть, можно сидеть на диетах и есть бесконечное количество фруктов. Но теперь вы знаете, насколько это правда или неправда. А сегодня я хочу рассказать вам, поведать. В общем, миф звучит так. Чтобы похудеть, надо меньше жрать. Желательно один раз. По пятницам. Ну ладно, один раз в день. Позвольте мне прокомментировать. С чего бы начать? Ну представьте, что вы в роддоме работаете, а у вас большое количество новорожденных. И не так там 100-200. Нет, у вас прям тысячи, десятки тысяч этих новорожденных. Их нужно кормить регулярно. Прям вот знаете, прям регулярно. Иначе они начинают орать, заходиться в истериках, потом теряют вес и, не дай бог, могут погибнуть. Вот примерно такая ситуация в нашем с вами организме. Я вообще не понимаю, как можно держать собственные клетки в таком черном теле, когда кушает человек один раз в день. Причем эти люди могут даже более-менее нормально выглядеть. Ну как более-менее? Как правило, это люди, которые сначала много весили, потом как-то угомонили свои углеводные качели. Их потребность в употреблении пищи все-таки снизилась, и они поняли, что им достаточно один раз в день. Но они высыхают. Если вы знаете вот в вашем окружении такого человека, который малоежка, ну нельзя сказать, что человек прям классно выглядит. Что у него пышная дерма, что у него активные движения, что у него прям мышечная масса. Это человек, который, ну он такой, знаете, старость приходит двумя путями. Через метаболический синдром, через лишний вес и через вот такой вот высох, что называется высох. Давайте подумаем о том, что делает организм ежедневно. Ежедневно организму нужно поддерживать энергию основного обмена. За что-то должно работать сердце, кровеносные сосуды, капилляры. Их, этих капилляров, сто, сейчас скажу, тысяч километров. Боже, надо перепроверить. Их просто нереальное количество. В одной почке 30 километров капиллярных сетей. Представляете? То есть это просто, это реально очень много. Головной мозг, я вообще, ну говорят, голова дело темное, и изучению не подлежит. Там такое количество электрохимических, биохимических и вообще непонятно каких процессов, что очень не рекомендую ее не кормить. Вот просто вот реально очень не рекомендую, если вы хотите, чтобы Паркинсон мимо прошел, Альцгеймер, если будет в вашем городе, чтобы они мимо все-таки прошли. Так вот, кроме всего прочего, организм в течение дня вынужден сделать полкилограмма клеточной массы новой. Потому что старые клетки погибают или делятся, и на рост новых клеток или образование новых клеток нужна не только энергия, нужен еще и строительный материал. А вы утром проснулись, проигнорировали завтрак, не успели обед, а вечером снесли все, что было в холодильнике. Понимаете, в чем дело? Организм все это время, он пытался как-то себе помочь, потому что ему нужно строить, ему нужно делать ферменты, ему нужно делать антитела, ему нужно делать гормоны в конечном итоге, просто гормоны-регуляторы. И он выбирает себе какой-нибудь объект, самый ненужный. Я просто должна вам сказать, что действительно организм не враг вам. Он выбирает самый ненужный объект, например, ягодичную мышцу. Этот пример есть в книге «Старости метод», он мне очень нравится. Выбрал он ягодичную мышцу и расщепляет белок ягодичной мышцы до отдельных аминокислот. Из этих аминокислот строят гормоны, ферменты, антитела, новые клетки, в общем, все, что ему надо. А вечером, когда все в основном уже завершено, организм все свои перестройки завершил, хозяйка съедает все, что было в холодильнике. Но не только белковый компонент, но еще и большое количество углеводов. В тот момент, когда уже нет возможности сжечь эти углеводы с образованием энергии. Организм понимает, что завтра будет примерно та же самая чепуха, что была сегодня. Потому что это уже не первый день. В первой половине дня у нас аврал, нам не из чего строиться, нам не за что работать. А во второй половине дня, видите ли, вот такой праздник живота. Соответственно, организм делает все возможное и невозможное, чтобы сделать запас энергии. Самый энергоемкий запас энергии – это, конечно, жир. Нет запаса по белку, но есть запасы по жирам. Нет запаса по углеводам. Он маленький. Какое-то количество гликогена в вашей печени, в ваших мышцах. Но он очень быстро исчезает. А жир, он накапливается, накапливается, накапливается. Поэтому те люди, которые нерегулярно питаются, они расплачиваются сначала целлюлитным телом. Это еще небольшая масса тела, но оно, знаете, такое водянисто-непростроенное, что ли. А потом приходит лишний вес, ну, вплоть до ожирения. И еще один момент. Когда ваша поджелудочная железа работает раз в сутки, ну, вообще работает, ладно. Вот вы поели, и она выделяет определенное количество пищеварительных ферментов. Ее температура растет до 38 градусов Цельсия или выше. И если вы весь суточный свой рацион сгрузили на один прием пищи, она перегревается. А теперь правда, вся правда о щитовидной поджелудочной железе, как это любят писать и говорить. Если бы вы изобрели какую-нибудь такую ядовитую, агрессивную жидкость, которая могла бы расплавить что угодно, вот любое вещество она могла бы расплавить, вы бы были горды своим изобретением? Были. Но у меня вопрос, где бы вы хранили эту жидкость? Вот и в нашем организме есть такая жидкость, которая может расщепить и расплавить что угодно, вообще что угодно. И эта жидкость называется панкреатический сок. Где он хранится? Он хранится в поджелудочной железе. Ага. Если вы питаетесь три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, то ваша поджелудочная железа, желая до тла до переварить эту пищу, и истощенному организму дать как можно больше строительного материала, она прям перегревается для того, чтобы дать как можно больше количества пищеварительных ферментов. И таким образом можно что заработать? Панкреатит. Это воспалительный процесс в поджелудочной железе, когда пищеварительные ферменты запускают свою работу прям в поджелудочной железе, расплавляя ее. Есть, конечно, еще и острый панкреатит, но это хирургическая патология. Я видела двух выживших после острого панкреатита, но у меня небольшой опыт в гастроэнтерологии, но количество выживших малое, маленькое. Но это еще не все. Если вы думаете, что вашу пищу переваривает только поджелудочная железа и соки желчного пузыря, нет, нет и нет. Большую часть нашей с вами пищи, 60%, наверное, переваривает соки тонкой кишки. Мы делаем в течение дня 2 литра сока в тонкой кишке. И они играют самую большую роль. Есть такое понятие пристеночное пищеварение. Вот эти клеточки замечательные, эпителия кишечника, делают пристеночные соки, содержат большое количество пищевых ферментов, пищеварительных ферментов, и они выполняют свою главную и глобальную роль. А теперь представьте себе, кишечник не нужен человеку практически 23 часа в сутки, он человеку не нужен. Он ест раз в день, уделяя этому час времени. То есть все время кишечник нефункционирующий, соконеобразующий, значит, ему не положено нормальное кровоснабжение. И только вот этот один час, вся кровь к кишечнику, боже, нам дают пищевые вещества, наконец-то мы со всеми расплатимся. Вот этот час, он работает, этот кишечник, рано или поздно, так или иначе, он сдастся. И человек, который питается раз в сутки, он начнет страдать заболеваниями желудочного и кишечного тракта. Они называются гастриты, они называются гастродуадениты, простодуадениты, холециститы, холецистопанкреатиты, просто панкреатиты, энтериты, илииты, что угодно, спастические колиты. Если вы хотите для себя этого, продолжайте кушать один раз в день. Если вы хотите иметь красивое тело, не из целлюлита состоящее, а из мышц, то вам нужна нормальная физическая нагрузка в удовольствие и трехкратное питание. Завтрак, обед и ужин. Фух. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!